Активисты волонтерского центра «Единой России» провели онлайн-зарядку для жителей Одинцовского городского округа в рамках проекта «Здоровое будущее». Комплекс упражнений поможет всем, кто на самоизоляции, поддержать форму. Немного пространства, гимнастический коврик и лишних килограммов можно не бояться. Все понимают, что дома активности мало, а нужно свою спортивную форму поддерживать, чтобы здоровье было. Небольшая зарядочка для поддержания спортивной формы. Бег на месте. Перед тренировкой мышцы должны хорошо разогреться. Приседания разных типов, разножка для укрепления ног. Руки и грудную часть тела делают сильными отжимания, а вот, казалось бы, неприхотливая планочка тренирует сразу весь мышечный корсет. Такие упражнения полезны для здоровья, но главное, они поднимут настроение в непростой период ограничений. Мы сегодня хотели показать, что можно заняться вот в это трудное время, когда и особо общаться нельзя, значит, и какие-то ограничения. Можно заняться спортом, поддерживать себя. Если вы вот сняли сегодня, да, видно, что на это и не нужно много места. Мы вот просто на коврике сегодня. Даже самому хотелось, я может быть постарше, не совсем было удобно. Но вот молодые ребята, да, это делают и в принципе для всех. Конечно, это очень полезно. Нужно заниматься спортом, заниматься своим здоровьем, поддерживать его. Вся жизнь впереди, поэтому надо себя сохранять и заниматься спортом. В завершении тренер Ликинского спортклуба «Доступный спорт» Наталья Шумская рекомендует хорошо потянуться. Оставайтесь дома, занимайтесь спортом и будьте здоровы. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».